Номер один. Поставьте Бога на первое место. Поставьте Бога на первое место во всем, что вы делаете. Все, что вы думаете, что вы видите во мне, чего я добился, все, что у меня есть, все это было дано мне по благодати Бога. Поймите это. Это подарок. 40 лет назад, 27 марта 1975 года, меня исключили из колледжа из-за плохих оценок и прогулов. Надеюсь, это к вам не относится. Как-то раз я сидел в салоне красоты моей матери. Сижу и смотрю в зеркало и вижу, что сидит женщина под феном, сушит волосы. Я заметил, что она постоянно смотрит на меня и смотрит прямо в глаза. Я не знал эту женщину. И вдруг она сказала, есть ли у кого-нибудь ручка? Мне нужно записать пророчество. 27 марта 1975 года она сказала мне, паренек, ты будешь путешествовать по всему миру и выступать перед миллионами людей. Подумайте только, меня выгоняет из колледжа. Я думаю, может пойти в армию, но я не знаю точно, что мне делать. А она мне говорит, ты будешь путешествовать по всему миру и выступать перед людьми. Прошло 40 лет, я действительно путешествую по миру, выступал перед миллионами людей. Но мой успех это не самое главное. Самое главное, чему эта женщина научила меня в этот день, осталась со мной до сегодняшнего дня. Бог меня защищал, направлял, исправлял. Бог всегда был в моей жизни, и Он помог мне остаться кротким. Бог всегда был со мной, поэтому помните и будьте с Богом всегда. И во всем, что бы вы ни делали. Если вы хотите добиться в жизни того, чего добился я, то делайте так, как я. Всегда будьте с Богом. Номер два. Будьте готовы потерпеть неудачу. Сегодня начало нового этапа в вашей жизни. И это может быть страшно, вы пойдете в новый мир, в котором много зла и подлости. Здесь вы живете только один раз. Поэтому делайте то, что вызывает пыл в вашей душе. Рискуйте. Но с умом. Не бойтесь потерпеть неудачу. Есть такой всем знакомый умственный тест, когда требуется соединить девять точек, используя только пять линий, не отрывая карандаш от листа бумаги. Единственный способ соединить эти девять точек – выйти за рамки того квадрата. Поэтому не бойтесь выйти за рамки чего-то привычного. Не бойтесь думать, выходя за рамки. Не бойтесь потерпеть неудачу. Не бойтесь иметь большие мечты. Но помните, мечта без цели – это только мечта, которая в конечном счете приведет к разочарованию. Поэтому мечтайте. Но ставьте себе цели. Жизненные цели. Цели на год, на месяц, на каждый день. Я пытаюсь ставить себе цели на каждый день, даже самые малые. Например, сегодня ни с кем не ругаться. Ставьте цели. Но поймите, чтобы добиться этих целей, нужна дисциплина и последовательность. Вам надо работать над этим. Надо планировать каждый день. Вы слышали высказывания. Мы не планируем неудачу. Мы неудачны в планировании. Тяжелая работа приносит результаты. Тяжелая работа – это то, что делают успешные люди. В этом мире текстов, твитов, в котором вы выросли, помните, что вы больше заняты. Это не значит, что вы больше сделаете. Помните, потому что вы больше заняты, это не значит, что вы намного больше сделаете. Не путайтесь с занятостью с прогрессом. Моя мать говорила мне в детстве, ты можешь все время играть и бегать, но это тебя ничему не научит, поэтому продолжайте стремиться, ставить цели, продвигайтесь к успеху. Номер три. Вы никогда не увидите ритуальную машину с прицепом. Я повторю. Вы никогда не увидите ритуальную машину с прицепом. Все равно, сколько вы зарабатываете, вы не сможете взять с собой. Не важно, сколько у вас есть, но что вы сделаете с тем, что у вас есть. Нам всем даны разные таланты. Кто-то из вас будет доктором, кто-то юристом, кто-то ученым, учителем, медсестрой, священником. Самый эгоистичный поступок в этом мире это помочь кому-то другому. Почему это эгоистично? Потому что удовлетворение, праведность, которую вы испытываете, это очень хорошее чувство. Это прекрасное чувство, которое я испытываю, когда я помогаю людям. Ни драгоценности, ни огромный дом, такой у меня есть. Не самые дорогие машины, но испытываемая радость. Вот в чем настоящее счастье. Помогать другим. Вот в чем успех. И, наконец, я молюсь за вас. Когда вы пойдете спать сегодня, задвиньте свои тапочки подальше под кровать, чтобы, когда вы утром проснетесь, вы встали на колени, чтобы достать их из-под кровати. И пока вы на коленях, помолитесь Богу. И скажите спасибо. Спасибо за благодать. Скажите спасибо за его милость. Спасибо за понимание. Спасибо за мудрость. Спасибо за родителей. Спасибо за любовь к вам. Спасибо за доброту. Спасибо за смирение. Спасибо за мир в душе. Спасибо за просветание. Поблагодарите Бога заранее за то, что Он вам уже дал Так живу я, и это объяснение того, где я сейчас в моей жизни Поблагодарите Бога заранее за то, что уже ваше Истинное желание в сердце сделать что-то хорошее Это доказательство от Бога Посланное заранее, чтобы показать вам Это уже ваше Я повторю Истинное желание в сердце, страстное желание сделать что-то, чтобы помочь другим И духовно вырасти, а также улучшить ваше финансовое положение Это желание и есть посланное доказательство от Бога Чтобы указать вам на то, что это ваше, Он вам уже это дал И все хорошее, что вы хотите, вы можете получить Поэтому требуйте этого Работайте над этим И когда вы получите желаемое, повернитесь и пронтяните руку нуждающемуся Помогите и научите его Стремитесь не только зарабатывать на вашу жизнь Стремитесь принести пользу и сделать наш мир лучше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok